приветствую вас вы пишете про боль то есть вот ключевой момент который вы описывать это травма потери вашего родственника вашего брата вот и соответственно это для вас очень болезненно как мне кажется здесь вы не до конца прожили его потерю не до конца может быть его оплакали то есть вот уже нет такого ощущения что вы смогли в полный мир его оплакать его отпустить это первое второе конечно это может быть чувство вины воздержит может быть чувство потери вот то есть ну что вот был человек да он там для вас что-то значил вот а потом оплата его не стал то есть конечно это нужно фактически как-то приспосабливаться заново получать вот то что вы получали с братом вот это всегда легко иногда кажется что таким образом человеком мы придаем иногда кажется так вот но это иллюзия на самом деле таким образом мы живем двигаемся дальше вот но в первую очередь конечно речь здесь идет как мне кажется именно именно про то что вы его не оплакали потому что он как вы сами сказали вы пока были с родителями выдержали вот сейчас вы не даетесь вернуться в его комнату вот потому что думаете что вас извлекут новые мысли тяжелые вот и значит что какую-то часть эмоции хоть в саппорт держит в себя ну вот важно понять а точнее даже не понять это я не совсем корректно выразился не понять важно эти эмоции вам прожить вот чтобы они вас не отправляли чтобы они трансформировались свободно то во что им суждено превратиться поэтому на что обратить внимание ну я бы сказал на возможность пройти психотерапию потому что вам нужна терапия именно вот в силу того что ну вы не справляетесь с потерей с потерей родного человека вот и вам очень тяжело что можно сделать чтобы я рекомендовал существовать не было возможно человека которому мы бы могли поплакать то есть человек который мы могли бы в котором мы могли бы поделиться своей буду. Я думаю то, что здесь было бы уместно, но это никак не решает глобально проблемы, потому что скорее всего с тем человеком, как это обычно бывает, имеет место быть определенный контекст, и это как правило такие ограничивающие факторы при откровенных разговорах, но тем не менее, возвращаться сливаем или нет, в место, где довольно много болезненных эмоций, болезненных переживаний, я честно говоря вам не скажу, потому что мне кажется это решать нужно вам, то есть понятно, что если вы будете без поддержки, если вы будете чувствовать, например, что должны, там образно говоря, не должны, например, расстраивать родителей, допустим, допустим, сливаем, то это будет очень тяжело, вот, вот так вы рисуете скатиться очень сильно в негативное переживание своим. Вот поэтому мне кажется, если возвращаться, да, и сталкиваться с тяжелыми, трудными воспоминаниями, вот, то только с кем-то, с кем-то. То есть, ну, чтобы вы были не одна, вот, только так, я бы сказал. Вот, а дальше уже вам нужно, мне кажется, решать самую, как поступать и так далее. То есть, обратить внимание на то, что вы не оплакали своего брата до сих пор, по сути. Эээ, что вы как будто пытаетесь свои чувства загнять, что вы как будто, эээ, пытаетесь сбежать от себя, от своих чувств. Вот, что возможно, возможно, есть некоторое чувство вины перед братом, да. Вы считаете, что, что это привело в ваших действиях к тем трагичным событиям, которые произошли. И, возможно, это вам тяжело. Вам тяжело, эээ, что вы не получаете больше, а, того, что получали, когда вы были с братом. И вам, эээ, тяжело осознавать, что с ним вы, там, к примеру, не поговорите больше и так далее. Вот, но это элизия в какой-то степени, потому что он жив, а внутри вас, вас он жив, и вам можно научиться с ним разговаривать, если вы хотите этого, только важно не уходить туда полностью. Вот. Но он жив. Я думаю, это определенный процесс, определенное время, которое нужно для того, чтобы справиться с этими переживаниями, чтобы вас так мучить, как это происходит сейчас. Вот. И именно по этой причине я говорю о том, что советность здесь бесполезна, как правило. Важнее все-таки именно работа, конкретная, конкретная терапия, вот, регулярная терапия. Я бы так сказал это. Вот. И дальше уже смотреть по ситуациям, дальше уже смотреть по обстоятельствам, куда это приведет, то есть, во что это превратится, во что это образуется, да? Ура. Вот. Мне кажется, что если вы отважитесь на какое-то путешествие, тогда, то вы сможете, сможете свою жизнь изменить к лучшему, конечно же. Вот. Пока что вы ограничиваетесь только советами, мне кажется, это немножко, ну, не то, да? Дайте, в общем, своим чувствам, чувствам боли, все чувства, которые у вас есть. Дайте им, будь мне, а-а-а. Порейтесь с ними. Но, быстро, над вами будет человек, которым можно это сделать безопасно, не опасаясь, там, чего-то. То есть, желательно, чтобы это был, вот, кто-то. Необходимо, чтобы кому-то об этом рассказывали. Не просто, да, в частину, а именно кому-то. Вот. Всего доброго, удачи, надеюсь на отклик, на мой ответ.